Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик, и сегодня мы с вами поговорим о первом допросе подозреваемого. Но мы уже, так сказать, раньше говорили о том, что первый допрос подозреваемого, который, так сказать, задержан, должен быть произведен в течение 24 часов с момента фактического задержания. Но мы теперь уже понимаем, что вообще-то 24 часа начинается отсчет с момента составления протокола задержания. Ну, а протокол задержания, естественно, составляется уже в некоторых случаях или зачастую, это уж кому как угодно, не в момент, так сказать, задержания, а по истечении которого какого-то времени, когда вас уже куда-то доставили. Так вот, и очень важно в данной ситуации понять, протокол допроса подозреваемого после задержания, составление первого протокола допроса подозреваемого, это, да, обязанность, и такой допрос должен быть составлен в течение 24 часов. А вот, отвечать или не отвечать на вопросы правоохранителей, это право самого задержанного подозреваемого. Зачастую сами правоохранители начинают объяснять вот этому подозреваемому, что вот он обязан. Право подозреваемого содержит, безусловно, его право, ну, вот такая вот автология, да, потребовать, чтобы с ним был адвокат. И если вам его не предоставляют или не разрешают встретиться с адвокатом, найти адвоката, то, безусловно, нужно набраться в этот момент мужества и потребовать от правоохранителей, чтобы они все-таки представили вам, так сказать, адвоката или разрешили. Вот, у вас же было право на один телефонный разговор, чтобы вам, к вам этот адвокат все-таки пришел. Если правоохранители вам не разрешат, не допустят адвоката, объяснять, что он не приехал, или еще что-нибудь там такое скажут, что они вот не могут в этот момент, да, вам предоставить адвоката или разрешить встречу с адвокатом, то в этом случае набираетесь мужества и отражаете это в протоколе, что вам адвоката запретили. А на этом у меня все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.